С точки зрения результата положительный, потому что победили с достаточно комфортным счетом. По игре, так не сказал, Арсенал достаточно хорошая команда. По результату хорошо, по игре было тяжеловато. Такой полик был чуть вязкий, ноги чуть-чуть подсели. В принципе, результатом доволен, как и вся команда, наверное. Свою игру как оценю? Ну, плюс-минус нормально. Гол забил. Наверное, нормально сыграл. 4-1 – это самое крупное поражение Арсенала вообще в этом сезоне. За счет чего удалось такую крупную победу добыть? Тем более, что по первому тайму казалось, что игра будет плюс-минус равна. Ну, за счет реализации момента элементарный ответ. Мы неделю целую, почти 2-3 тренировки отрабатывали в завершении. И, может, это и сказалось на результате. Поэтому вот так. Последние игры Арсенала были тоже с разницей в один мяч. И тут во втором тайме наша команда вышла. И с самого начала очень резко задала темп. Что, может быть, тренер сказал в перерыве? Почему это так второй тайминг для нас? Ну, да, тренер чуть нас завел. Сказал, что надо забить 2-3, не останавливаться. Ну, потому что играем дома при своих болельщиках. Давление надо было на чужие ворота. Поэтому, ну, так и забили 4. Тренер сказал, что надо играть в атаку. И еще ничего не понятно после первого. Потому что сейчас сегодня шаги 1-0 был. Поэтому вот так вот. Не было проблем переключиться после матча с Арисом на чемпионат Беларуси? Да нет. С Арисом эта игра большой опыт для нас, для меня, в том числе, для всех ребят. И, я думаю, положительно скажется, это игра с Арисом на чемпионате Беларуси в дальнейшем.